Я очень рада, что в моей жизни есть такие люди, которым не все равно, что происходит в моей жизни, которые могут меня поддержать и в молитве, которые могут мне просто позвонить, спросить, как у меня дела, могут угостить меня мороженым, могут покатать меня по ночному Киеву. Спасибо всем моим друзьям, которые меня любят, которые ценят, которые меня принимают, которые меня назидают и даже обличают. И мне это очень нравится. И я понимаю, что кроме этих людей мне никто никогда не скажет правду, чем мне нужно меняться, где мне нужно расти. И мне это очень нравится, что есть именно со мной те люди, которые очень искренне. В моей жизни произошел один случай. Был как бы не очень приятный. Это связано с моим здоровьем. И практически с разных стран мне присылали люди деньги. И меня это очень ободряло. Я люблю друзей, люблю проводить время вместе с ними. Но я не люблю больших компаний шумных. Я люблю, чтобы была небольшая компания, 4-5-6 человек. Вот тогда я чувствую себя комфортно. Можно ближе познакомиться с людьми, узнать друг друга и насладиться общением. Что меня делает счастливой, это мой отдых, это мой сон. Если мне дают выспаться, то я очень нежная, очень веселая. Мы с Наташей Матюченко сначала познакомились по интернету, потому что мы были в общем служении, в молитвенном чате. И очень долго не виделись. И общались в основном через интернет. Но даже на расстоянии я всегда чувствовала ее любовь и заботу. И что больше всего меня удивило, таких подруг и людей у нее очень много. И она помнит каждую мелочь из жизни каждого. И в разговоре она говорит, а как у тебя там то-то? А как это не только со мной? Это внимательность к мелочам и к жизни других людей у нее присутствует. Ну а в реальной жизни это, как говорится, еще круче проявляется. И когда она оказалась в трудной кризисной ситуации, у нее это не только не исчезло, это качество, а умножилось. Казалось бы, когда человеку нужна помощь, ему нужна поддержка и забота, а он все равно продолжает оставаться таким же, как он есть и продолжает давать. Ну это серьезно, я считаю. Не превращается в нытика, ну я же вам столько служил, давайте теперь вы мне. Нет, мы ее заставляем принимать, мы ее заставляем получать. То есть это вот так происходит. Когда мои подружки, которым уже за 30-35 они выходят замуж. Меня это очень сильно радует. Я на каждой свадьбе плачу, когда смотрю на невесту. Что еще радует, когда мои подружки рождают деток. Это тоже большое благословение для этих семей. И у меня тоже внутри появляется огромная радость, что Бог верный. Бог никогда не опаздывает и Он всегда заботится о своих детях. Я люблю отдыхать, чтобы мне никто не мешал. Люблю отдыхать в тишине. Люблю читать книги, смотреть интересный фильм. Чашечка кофе или чая под пледиком, если это зима. Что касается Наташи, я могу сказать о том, что это человек, который такой легкий, легкий, ненапрягающий. Ну, с ней легко. Потому что есть люди, которые грузят. Ты с ней общаешься, да, у тебя как-то дискомфортно с ними. Ты как-то чувствуешь себя немножко так напряженно. Да, вот с Наташей, с ней как-то легко. Она такой человек позитивный, веселый, открытый. Я хочу создать семью, но я не думаю о том, каким будет мой муж, как он будет выглядеть, что он будет уметь делать. Я просто ожидаю от Господа, потому что Бог, Он знает меня, очень-очень сильно знает. Я доверяю Богу в этой ситуации, и я верю, что все-таки произойдет. Я хочу чувствовать себя в безопасности. Я это поняла недавно, что я не говорю сейчас о финансовой безопасности, а вообще о безопасности. Хочется, чтобы рядом был человек, который меня защищал, поддерживал. Хочется иметь надежный тыл, хочется, чтобы он был для меня другом, чтобы он мне советовал, а что тебе одеть, а эта помада тебе не подходит или что. У нас был в семье здоровый образ жизни, потому что я знаю, что я иногда ленюсь, но я верю, что мой муж меня будет в этом поддерживать, потому что он будет сам вести здоровый образ жизни. Потому что впереди у нас большое будущее, большое служение, я так думаю, и нам нужны силы как физические, как духовные, так и душевные. Также нам нужны силы для того, чтобы родить и вырастить детей. Я в это верю, что у меня будет. Поэтому, ребята, я ищу мужа. Это Наташа, это служитель от Бога. Ей поручали самые сложные проекты, и она их выполняла без проблем. Очень дружелюбно с сестрами, помогаю всем. Друзья, приезжайте ко мне в гости. Я очень гостеприимная. Я вас накормлю от пуза, как говорят. Положу спать. Я люблю заботиться о других. Я люблю помогать другим. Но я также не забываю о себе. Что могу сказать о Наташе? Она очень коммуникабельный человек, открытый. Притом очень быстро может сориентироваться в любой ситуации. Когда мы были у нее в гостях, не успели оглянуться, она уже приготовила салат. Был готов, накрыла стол. И настолько вот не успеешь подумать, а она уже это делает. Что я еще забыла сказать? Я, как и все мы, остальные сестры, братья любят путешествовать. Я в основном путешествовала по Украине. Однодневные поездки я очень люблю. И все, что есть в Украине, у нас очень много красивых мест. Это очень сильно меня вдохновляет. Я вижу, как Бог творил всю эту историю, всю эту природу. Один из фильмов мне очень нравится. Там, где снимается Джулия Роберт, это «Ешь, молись и люби». Этот фильм как бы очень сильно вдохновляет. И он дает понимание, как тебе двигаться, куда тебе двигаться. Вот я тоже хочу, как она, поездить по миру, пообщаться с разными народами и вернуться домой. Родину я очень люблю. И я благодарю Бога, что я родилась именно в этой стране.